Лето в самом разгаре, солнце припекает на полную, а значит и нам пора мигрировать в холодные края. Небольшой перелет, перекус и снова перелет. И вот мы уже приближаемся к островам, затерянным в холодном море. Прямо в полете нам открываются потрясающие виды на Фарерские острова, когда самолет садится в узкую долину, зажатую между двумя горами. Копать дождь тоже, когда мы будем спать. Да? Я так люблю. Понятно. А тебе нравится остров? Да. Видами начинаешь любоваться прямо выйдя из аэропорта. Однако до столицы Торсхавен нам надо было добираться еще целый час. И вдруг, как-то внезапно наступила непроглядная ночь. Стромы и ветер. Маме на нас, милейте. Ничего не видно. Эмм, это окно. Однако уже утром, не теряя времени даром, мы отправились в наше первое приключение – прогулку на лодке к острову Хестур. Облачившись как космонавты для высадки, мы загружаемся в скоростную лодку, доверив штурвал самому опытному приключенцу. Пронесясь словно ветер через ледяной пролив, мы подплываем к скалистым берегам. На острове живет всего 20 человек, поэтому нам открываются дикие, но очень красивые виды. Зеленая трава ярко контрастирует с черными скалами, обрывающимися в суровый океан стального цвета. В некоторых местах скалы настолько высокие и отвесные, что их вершина скрывается в облаках. Если задрать голову, то кажется, что смотришь в бескрайнюю глубину огромного колодца. А стены этого колодца усеяны тысячами чаек, но если повезет, то можно увидеть и Пуфина. Каменные пейзажи здесь очень разнообразные. Иногда видишь высокий столб, напоминающий огромный пивень морского чудовища. А иногда в горах открываются темные проходы, ведущие в неизвестность. Ну и конечно мы решили заплыть в одну из этих пещер. Проход был настолько узкий, что протискиваясь между стенами, казалось, что сейчас каменные плиты сойдутся и раздавят нашу маленькую лодочку. Удивительно, но пещера оказалась сквозной. Проплыв через тьму, мы оказались на другой стороне острова. Незабываемое впечатление. Скорость, холодный ветер и суровая красота вокруг. Всего два часа плавания и сколько мы получили ярких воспоминаний. Продолжая наше путешествие, мы по туннелю добираемся до острова Сандой. И не проехав пяти минут, останавливаемся полюбоваться водопадом Традара. Ветер здесь настолько сильный, что он сдувает капли водопада наверх. Так что издалека кажется, что вода течет и вверх и вниз. Эти круги на воде – это огромные рыбные фермы. Ведь в конце концов мы находимся в стране рыболовов. И конечно, нам было интересно заехать в традиционную фарерскую деревушку на берегу океана. Если приглядеться, то в море можно заметить главного рыболова – морского котика. Деревушка может и маленькая, зато вид с берега открывается грандиозный. Скалы, водопады, океан, простирающийся за горизонт, и низковисящие облака. Из-за этих низких облаков, закрывающих все небо, иногда складывается впечатление, будто фарерские острова зажаты между двух, немного мрачных гигантов, между небом и морем. Переезжая с острова на остров, мы часто встречали овец, вольготно расположившихся прямо вдоль дороги. На самом деле, они и являются главными обитателями островов, так как их поголовье больше, чем людское население. Упрямые бараны здесь прячутся буквально за каждой кочкой. На острове Стреймой мы решили подняться на одну из самых больших горн – Сорнфелли. Ее высота – чуть более 700 метров, но вся вершина плотно скрыта туманом из облаков. Ехать приходилось почти что на ощупь, а выйдя из машины, еще и преодолевать ураганный ветер. Говорят, отсюда открывается шикарный вид, мы же не видели дальше 10 метров. Хотя почувствовать себя ежиком в тумане – это тоже интересный опыт. Водопадов на фарерах огромное множество, и каждый из них по-своему красив. У каждого хочется остановиться, как, например, у этого – Хильярдалса. Фарерские водопады интересны тем, что многие из них очень пологие, и вода по пути вниз проходит через многочисленные пороги. А сам источник водопада окутан густой пеленой тумана. Мы уже много посетили за этот день, но летом темнеет поздно, так что мы решили заехать в деревушку Саксун, которая знаменита своим черным пляжем. Укутавшись потеплее, мы начали наш поход. Ведь, чтобы добраться до пляжа, надо пройти пару километров. Сначала вдоль горной речки, а далее вокруг большого озера, укрывшегося в живописном ущелье. Торопиться никуда не хотелось. Ведь солнце еще высоко, и можно просто идти вперед, смотреть по сторонам, впитывая и запоминая всю эту северную красоту. Ветер здесь был настолько сильный, что летящая чайка стояла на месте, с трудом преодолевая его порывы. Хотя через какое-то время мы уже привыкли и весело шагали вперед, а кое-кто даже приплясывал по дороге. А вот, наконец, и черный пляж. Как ни странно, распогодилось, так что нас даже потянуло в воду. Пляж в окружении многочисленных водопадов. Такого мы еще не встречали. Вода Северного океана так бодрит, что просто тянет побегать по этим песчаным просторам. Сочетание черного песка и воды создает почти идеальное зиму. Зеркало, в котором отражаются все окружающие достопримечательности, удваивая без того захватывающую красоту этого места. Черный ворон, что ж ты бьешься? Видя маленькие уютные домики на фоне таких пейзажей, Так и хочется задержаться здесь на неопределенный срок. Но уже вечерело, и нам надо было возвращаться. За один день мы посетили четыре острова, побывали на двух пляжах, увидели многочисленные водопады и, главное, собрали огромную гору незабываемых впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин